Дело в том, что Россия, эта страна сейчас враждебный разум. Она просто враждебна ему. Она враждебна даже не просто рациональности, а уже любому здравому смыслу. И вот этот импульс враждебности, он исходит от государства. Что делает пропаганда? Она разрушает основы здравого смысла. И уже разрушена. Что делает власть? Она подвергает обществу сознательной идеотизации. Где мы здесь можем увидеть логику и понять каких-то институтов? Ее нет. Ее просто не существует. Соответственно, все люди, которые оказываются в такой... Это даже не турбулентная среда, она хаотическая. Это хаос. Вы не можете понять, что им движет, какие силовые линии. Даже те, кто этот хаос запускают, они часто понять не могут. Потому что они сталкиваются с непредвиденными последствиями хаоса, который запустили. Поэтому вы начинаете прибегать к сверхъестественным силам, уповать на иррациональное. Вот вы находите посредников между миром рационального и хаосом. В чем сила этих посредников? Вообще-то, большей частью, это умелые психотерапевты. Большей частью. Но если умелые, есть умелые. Которые внушают уверенность, говорят, да ты там милая. Советуют что-то из разряда любовной магии. Иногда это работает. Иногда они просто успокоят. Они способны придать веру в себя. И люди начинают полагаться на них. Возникает привязанность. Это вполне себе понятный такой и довольно действенный прием. Манипулятивный. И потом начинают советовать другим. Причем советуют очень часто не потому, что это было эффективно. А помните, как приключение Гекбери и Фина. Королевский жираф. Помните, замечательная сцена. Джентльмены, мы оказались идиотами. Ну давайте мы никому не скажем, что мы были идиотами. А мы всем расскажем, что мы умники. Что мы обратились к таким силам, которые нам и проложили вот эту вот путеводную нить. Вот они все обращаются. Вопрос, к кому обращаются. Там к этим терраистам, к звездочетам-астрологам. К оперативной магии прибегают. К шаманизму. Это сплошь и рядом происходит. И нет никакой разницы на самом деле между теми, кто платит там 500, ну полторы тысячи рублей в провинции за какой-то любовный приворот. И теми, кто платит, вот как Наталья Бочкарева упомянутая, 16 миллионов рублей за некое скудоумное подобие, любовные магии и чего-то еще. И, видимо, психотерапии. Вот. Никакой разницы между этими людьми вообще типологически нет. Просто помните, как у Скотта Фитт-Жеральда, у богатых людей гораздо больше. Просто они отличаются от бедных, потому что у них просто больше. Но они такие же идиоты. Вот это очень важно понять. Ключевое слово здесь – это идиотизм. Вот этот знаменитый афорт Дагуи «Сон разума рождает чудовища». Если государство, власть сознательно убивает разум, сознательно, конечно, на смену приходят демоны идиотизма. Это настоящий идиотизм, беспримесный. И любые исследования показывают, что наше общество и элита тоже становятся все глупее и глупее. Ну, нам это, я думаю, заметно даже невооруженным глазом-то. Даже социология уже особо не нужна. Особенно тем, кто, допустим, как я, имел удовольствие преподавать. Так что все довольно естественно, к великому сожалению. И это неизбежно, очень важно понять. Это следствие той политики, которая проводится в России. Неизбежный ее результат. И главное – это тренд. Они просто соответствуют еще к тому же этому тренду, который идет сверху. И опускается уже к Бочкаревым, и дальше идет самый-самый низ. Так что люди просто соответствуют. Ведь русскому человеку уже не очень хочется быть не в тренде. Им всегда хотелось быть в тренде. И поэтому они стараются просто-напросто соответствовать ему. Не более чем. А вот смотрите, Андрей, тогда к вам вопрос относительно всех последних событий. Смотрите, в какой связи. У нас в заставке, в превью мы выбрали один из обрядов шаманских. В Туве, куда время от времени ездит Путин вместе с министром обороны Шойгу. И по разным сведениям, то ли подтвержденным, то ли нет, но бог с ним. Неважно это. Значит, есть попадающая к нам информация. Пади ее подтверди. Но кто сказал, что судя по другим примерам того, чем увлекается элита, нельзя этого допустить. Они проводят обряды. Он участвует в обрядах, обрядах шаманских, обрядах, о которых писал некоторый телеграм-канал и нам знакомый, выступавший у нас генерал СВР и так далее. Что какие-то обряды оккультные, просто пограничные во всех отношениях с животными приношениями жертв и так далее. Приношения жертв животных и так далее. Плюс совершенно понятно, что это выглядит, я не говорю, как это есть название, но выглядит так, что этим самым Шойгу, который из очень, очень такой семьи родовитой, семьи шаманов в Туве, это очень крепкая семья руководителей Тувы, кстати сказать. Тува вообще только после войны присоединилась к России. Это вообще территория загадочная. Использует это для своего влияния на Путина, вот эту зависимость. Вот подтвердите, опровергните и в связи с сестрой Шойгу, которая вот-вот скончалась в результате последствий коронавируса, у нее остановилось сердце или что-то такое было, объявили эту информацию. То есть люди иронично говорили, если уж он не мог защитить свою сестру от подобного рода угроз, естественно, которые висят над всеми людьми в России. Теперь же с третьей фазой коронавируса, чего он может в смысле, значит, двинуть Воскану Украину или обыграть Байдена, помочь Путину в Женеве. Вот как это все взаимосвязано, давайте об этом поговорим. Ну да, или вообще просто помочь Путину. Ага, сейчас мы ему поможем, да, сейчас мы ему и так поможем. Да, 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 конечно. Друзья, в таком случае я начну свое повествование с веселой хроники одного опасного путешествия в Туву. И до Тувы еще кое-какие факты приведу, которые достаточно наглядным образом сможет многое объяснить. Итак, в середине марта в Риме 13 векеликих оккультных орденов провели завершающую часть многоуровневого ритуала, старт которому был дан 14 декабря 2020 года. Буквально спустя несколько дней Байден, президент Соединенных Штатов Америки, да, утвердительно заявил, что считают Путина убийцей. 20 марта в Туве был проведен обряд с жертвоприношением черной собаки, который, как мы знаем из средств массовой информации, телеграм-каналов, был совершен при участии Путина с целью наделения Путина особой силой, которая поможет ему одолеть его врагов и приобрести многолетие. Так вот, 23 марта эта информация стала достоянием общественности, и Федеральная служба охраны инициировала проверку с целью определения источника этой утечки. 25 марта выступил советник Шойгу, генерал-лейтенант Андрей Ильницкий, который в своем заявлении отметил, что Соединенные Штаты Америки начали против в России масштабную ментальную войну. Коллеги, ментальную войну. Антиментальную. В начале апреля проверка Федеральной службы охраны была совершена, а 7 апреля, внимание, глава республики Тыва, Шолбан, Караол уходит в отставку. В России, как мы знаем, региональных губернаторов убирают в случае, если, а, крал не починал, если в этот процесс смешивается какая-то иная влиятельная группировка и болезнь. Так вот, Караол не под один из выше перечисленных критериев не попадает. Мало того, он характеризуется как ответственный, добрый и отзывчивый человек, что является редкостью для современного российского чиновника. За это и наказ, конечно. Да, да. Так, вы зададите вопрос, так все-таки в таком случае, за что же пострадал такой честный и невинный человек, как Караол? А Караол пострадал за длинный язык своего родственника, шамана по совместительству, который принимал участие в этом обряде. Ну, к сожалению, Караол пострадал не из-за коррупции, а из-за банального чего? Кумовства. Вот с названием, да. Так вот, теперь о сути самого обряда. В традиционном шаманизме, чтобы вы понимали, если это, конечно, не квазишаманизм, обряд жертвоприношением черной собаки для наделения человека особой мистической силой не совершается. Собака в шаманизме, ну, как и, собственно, и в других культурах, является другом, помощником человека. Также из некоторых источников нам известно, что черная собака охраняет владение Эрлик-хана. Понимаете? Для такого обряда, чтобы провести обряд, который сможет наделить человека силой, в шаманизме используется дикий хищный зверь, как правило, волк. И обращаются они во время этого ритуала к самому небесному волку. Мало того, жертвоприношение, чтобы вы понимали, в шаманизме осуществляется очень гуманным способом. Животное не чувствует боли. Оно совершенно не чувствует боли, потому что перед обрядом ее старают... Она принимает, собственно, ну, как сказать, точнее, опивают, да, собаку... Собака употребляет жидкость, которая содержит природные алкалоиды. И собака просто-напросто находится в состоянии сна. И она не чувствует этой боли. В этом обряде, как мы знаем, произошло совершенно обратное. Собака была умерщена совершенно негуманным, а можно сказать, жестоким способом. Так почему же черная собака была использована в качестве этой жертвы? Вы знаете, на мой взгляд, возможно, что эти шаманы или квазишаманы попросту не знали вот этого самого всего, да. Возможно, опять-таки, что визит Путина был совершенно спонтанным. И они просто не успели подготовиться и довольствовались тем, что было под рукой. То есть собачка из соседнего двора по кличке Шарик. Понимаете, с таким же успехом, с таким же успехом они могли провести обряд с жертвоприношением черного таракана. Для того, чтобы, например, усмирить великого диктатора Беларуси Лукашенко. И для того, чтобы Лукашенко, например, перестал, как варенуха, врать и хамить по телефону. Однако, вы знаете, друзья, в средневековой черной магии обряд с жертвоприношением черной собаки был неоднократно описан и проводился с целью получения возможности управления, манипулирования тем или иным человеком. А теперь я вам просто приведу несколько примеров, чтобы вы сами для себя сделали вывод. Работает эта методика или не работает? Например, Екатерина Медичи, мать короля Франции, Карла IX, считала, что ее сын проводит слишком самостоятельную политику и она не участвует в каких-то важных государственных процессах. Особенно ее крайне удивляло его мягкое, весьма мягкое отношение в отношении губенотов. И то, что сын совершенно не прислушивался к ее мнению. Для изменения этой ситуации в свою пользу она инициировала проведение обряда, после чего череп ритуальной жертвы, то есть черной собаки, был помещен в покое короля. Добилась ли королева-мать своего искомбо желаемого результата? Как мы знаем, из истории нет. Аналогичный пример можно привести, который произошел с Екатериной Арагонской, которая была замужем за королем Англии Генриха. Екатерина крайне не хотела бракоразводного процесса, на котором настаивал Генрих. И для того, чтобы это не произошло, она заказала подобный обряд черной собакой. И при этом, заметьте, она заказала ему, заказала этот обряд не какому-то магу, колдуну, чернокнижнику, а аббату католического монастыря, настоятелю монастыря Франциску. Ну, как мы знаем из истории, собственно, Генрих все равно настоял на этом бракоразводном процессе, и они развелись. Коллеги? Да, все-таки, Андрей, я правильно понимаю, что мы обсуждали обряд, в котором Путин лично принимал участие, как я понимаю, при посещении Тувы вместе с Шойгу. Я правильно понимаю? Да, мы это знаем из средств массовой информации, что непосредственно участвовал в этом обряде. Собственно, правда это или нет, но это, естественно, тайна за многими печатями, но, как мы понимаем, из-за родственника Кара Ола, эта информация вышла и стала достоянием общественности, что, собственно, определила Федеральная служба Академии. Да, понятно. Понимаете? И после чего, естественно, ну, представьте, Кара Ол такая фундаментальная фигура, которая находится под непосредственным протекторатом Шойгу, да, и такой человек, собственно, не был замешан ни в каких там коррупционных схемах особо больших. Ну, конечно, там мы нельзя. Регион контролирует Шойгу. Понимаете, да. Проверка закончилась, проверка ПСО завершилась, и он покинул свой пункт. Ну, скажите, таких случайностей не бывает. Они просто невозможны. Потому что Кара Ол не относился к числу тех великих губернаторов, мошенников, комбинаторов, которые что-то такое негативное делали. Поэтому просто так, такого бы человека, ну, в отставку не отправили. В России это практически невозможно.